Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня мы подробно поговорим об обязательном социально-медицинском страховании. До его внедрения осталось меньше месяца, а население еще не до конца понимает, что это такое, как себя застраховать, сколько нужно платить и, главное, какие медицинские услуги будут доступны в рамках социального медицинского страхования. На все эти и другие вопросы сегодня будут отвечать специалисты. Уже с 1 января 2020 года в Казахстане начнет действовать обязательно социально-медицинское страхование. К его внедрению готовились достаточно долго. Как только закон был принят, с населением началась разъяснительная работа. Специалисты объезжали отдаленные районы, проводили встречи, на которых подробно рассказывали о медицинском страховании. И, надо сказать, результаты есть. Общее представление о медицинском страховании у граждан имеется. В Западно-Казахстанской области в июле 2016 года был создан филиал Фонда обязательного социального медицинского страхования. А с июля 2017-го стали поступать первые отчисления от работодателей, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, работающих по договору гражданско-правового характера. Внедрение системы обязательного социального медицинского страхования планировалось внедрить с 1 января 2018 года. Но глава государства поручил проработать систему внедрения обязательного социального медицинского страхования. И, в связи с чем, данная система была отложена на 1 январь 2020 года. Основной причиной переноса системы обязательного медицинского страхования стал риск самозанятого граждан. То есть, чтобы данные категории граждан не остались за бортом, то есть, они тоже получали в рамках обязательного социального медицинского страхования полную медицинскую помощь. Сумма, поступившая в фонд, достаточно значительная. По республике она составляет порядка 230 миллиардов тенге. Все деньги хранятся в Национальном банке страны, а после будут направлены на покрытие медицинских услуг населения. Необходимо отметить, что государство не остается в стороне. С 1 января 2020 года из казны в фонд медицинского страхования будут поступать средства за 15 категорий граждан. Туда входят дети, пенсионеры, студенты, инвалиды, получатели адресной социальной помощи и другие. По западно-казахстанской области в этот список входит порядка 52% населения. С индивидуальной предпринимателем у нас будет платить 1,4-кратного размера минимальной заработной платы. То есть 5% от 1,4-кратного минимальной заработной платы. Это примерно 2975 тенге с 1 января 2020 года. Самозанятые граждане у нас будут взносы перечислять, которые в городе живут, в городском значении, они будут платить сумму одного МРП 2525 тенге. О которых живут в населенных пунктах, они будут платить ровно на 50% меньше 1263 тенге. Они будут получать, заплатив минимальный взнос, получат полную медицинскую помощь в рамках обязательного социально-медицинского страхования. Это уже не первый опыт. Впервые медстрахование попытались ввести в 1996 году. Тогда же создали специальный фонд, который должен был обеспечить население необходимым объемом качественной медицинской помощи. Поначалу попытка показалась успешной. По данным Всемирной организации здравоохранения, тогда Казахстан в мировом рейтинге буквально взлетел на 64-е место, став лучшим из постсоветских государств в сфере медуслуг. Началась конкуренция между врачами и клиниками, активный процесс обучения медицинских кадров, внедрялись новые технологии, закупалось оборудование. Разница в оплате доходила до 7-9 раз. Кто больше и лучше работал, тот и больше получал. Если бы не кризис 1998 года, сейчас в стране могла быть эффективная налаженная система медицинского страхования. По первичной медико-санитарной помощи на сегодняшний день в области работают 23 организации ПМСП. Это 6 поликлиник городского масштаба, 2 частные организации, это медицинский центр ТО «Медикер-Акса» и 15 районных больниц. Они получают деньги по прикрепленному населению. Прикрепленное население у нас с 15 сентября по 15 ноября прошла кампания прикрепления. И на днях мы провели комиссию. У нас есть республиканский центр электронного здравоохранения, который дает официальные данные нам по всем этим поликлиникам. То есть у каждой поликлиники есть свое прикрепленное население. И когда мы планируем эту помощь на каждого прикрепленного населения, в соответствии с формированием тарифов 801-го приказа, проводится население, применяются коэффициенты отопительного сезона, применяются коэффициенты плотности населения, применяется сельский коэффициент для сельских районных больниц. И в связи с этим получается комплексный подушевой норматив, который в среднем умножается на количество прикрепленного населения, которое нам дает республиканский центр электронного здравоохранения. Работодатели продолжат платить в фонд 1,5%, а уже со следующего года будет 2%. А с заработной платы работника начнут удерживать по 1%. Тем, кто не работает, но желает получить все услуги в рамках обязательного социального медицинского страхования, придется платить 5% от одной минимальной заработной платы. Это примерно 2125 тенге. Бесплатным для всех останется вызов скорой помощи, неотложная и экстренная помощь, лечение социально значимых заболеваний, первичная помощь, лекарственное обеспечение, палеотивная и стационарная помощь и консультативно-диагностические услуги. Здесь важно понимать, что одна и та же услуга может оказаться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и также в рамках обязательного социального медицинского страхования. Все зависит от состояния пациента. Если случай экстренный, то медицинская помощь оказывается в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, то есть за счет государства. Если необходимо плановое лечение, это уже будет в рамках обязательного социального медицинского страхования. На минимальный пакет, кто может рассчитывать, на гарантированный объем бесплатной медицинской помощи могут претендовать в первую очередь граждане Республики Астан. То есть все граждане Республики Астан. Уралманы, иностранцы, постоянно проживающие в Республике Астан, то есть у кого есть видное жительство. Иностранные, проживающие в нашей стране временно, не могут получать медицинскую помощь в рамках гарантированной объема бесплатной медицинской помощи. То есть они только медицинскую помощь получат на платной основе. К медицинскому страхованию готовятся основательно. Каждый день с населением проводится разъяснительная работа, чтобы пациент знал, какой он имеет статус и какой вид помощи он будет получать в рамках медицинского страхования. Каждая поликлиника будет стараться оказывать качественную медицинскую помощь. Тем самым повышается конкурентоспособность. Ведь у поликлиник будет заинтересованность в том, чтобы население прикреплялось именно к ним. Ведь за каждого пациента они будут получать деньги, а это значит, что будет возможность, к примеру, приобретать новое оборудование. Для начала необходимо узнать, застрахован ли гражданин. В поликлинике, в регистратуре называйте свой ИИН, вашу страховку, проверяйте в электронной базе данных. Также можете запросить в ЦОНИ справку об участии в системе ОСМС в качестве потребителя медицинских услуг. Одним из главных плюсов обязательного социального медицинского страхования то, что все дорогостоящие виды услуг, к примеру, компьютерная томография, МРТ, анализы и даже операции, все это будет бесплатным. При этом совершенно не важно, сделали вы первый взнос или пятый. Но это не означает, что каждый пациент по желанию будет ходить и делать МРТ. Все эти услуги можно будет получить, если пациент действительно нуждается в них. А для этого необходимо сначала попасть на прием к врачу. Для приема, если, скажем, человеку нужно шунтирование для сердца, он, например, можем сказать, полтора миллиона стоит. Уже там уже будет не зависеть, ему уже не будет говорить, ты уже заплатил там 10 тысяч, 15 тысяч уже полностью. Потом после операции тоже человек сразу не может выйти на работу. То есть реабилитации тоже будут входить в рамках обязательного социального медицинского страхования. Уже сейчас ведется мониторинг в медицинских организациях. Это делается для того, чтобы пациенты смогли получать качественную и доступную медицинскую помощь. Целью своей мы преследуем именно не выявление дефектов, не какие-то карательные меры, а именно по выявленным каким-то недостаткам, работу с поставщиками именно по улучшению качества. Потому что на вершине, будем так говорить, всей нашей работы стоит именно пациент, его здоровье, доступность медицинских услуг. Основной все-таки вершине этой пирамиды, вернее у основания, это гарантированный объем бесплатных медицинских услуг, это перечень, которым имеет человек равный доз, все граждане абсолютно. Это, значит, лица с 25 группами хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению. Например, это артериальная гипертензия, это ишемическая болезнь сердца, это вирусные гепатиты. Это социально значимые заболевания, в частности, туберкулез, онкологические заболевания, психические заболевания. То есть те болезни, которые наиболее значимы для нашего общества. Не секрет, что система обязательного медицинского страхования – это инструмент, чтобы снизить нагрузку на бюджет. И здравоохранение – одна из самых затратных статей расходов государства. На гарантированный объем бесплатной медицинской помощи из бюджета с каждым годом выделяют все больше средств. В среднем на каждого казахстанца около 50 тысяч тенге. По прогнозам социологов, население страны к 2030 году превысит 21 миллион человек. Сегодня затраты на лечение хронических неинфекционных заболеваний уже превышают 50% бюджета стационарной помощи. А финансирование первичной медико-санитарной помощи гораздо ниже рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения – 40%. С учетом роста населения государство не подтянет такие расходы. И как следствие будут снижаться объем и качество медуслуг. Проанализировав все риски, власти Казахстана решились на внедрение обязательного социального медицинского страхования. Система обязательного социального медицинского страхования – это государственная система. Государственная система, социальная защита, интерес в сфере охраны здоровья. ОСМС гарантирует всем застрахованным гражданам, независимо от возраста, от пола, от места проживания, от статуса, всем равный доступ к медицинским и лекарственным обеспечениям. Есть во внедрении медицинского страхования и проблемные вопросы. Самое главное – это отсутствие высокоскоростного интернета в отдаленных селах. Пациентам это не доставит неудобств, а вот врачам придется сложно. Для введения в информационную систему и для оплаты услуг им будет просто необходимо ехать в районную больницу, заносить случай, заносить ту помощь, которую они оказывают своему населению в населенном пункте, они будут просто это заносить. Это создаст такие временные неудобства. На сегодняшний день порядка 20 тысяч работодателей сделали взносы за своих сотрудников. Отчисления также сделали индивидуальные предприниматели и главы крестьянских хозяйств. Незастрахованными остаются около 35 тысяч человек. За них работодатели не спешат делать взносы. Отсюда следует – после внедрения медицинского страхования эти люди не смогут получить те услуги, которые входят в пакет обязательного медицинского страхования. Сейчас фондом УСМС проводится разъяснительная работа с этими людьми, чтобы определить их статус. Наше население должно знать, что если ты не застраховался, медицинские страхования не получил, какая-то часть услуг тебе будет недоступна. Поэтому нужно всем разъяснять. Сумма оплаты небольшая – 2500 тенге для тех, кто не работает, кто работает за них, работодатель оплачивает. И чтобы получать услуги в полном объеме – это консультации, диагностика, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография. То есть дорогостоящие виды услуг будут доступны тем, кто застрахован. Поэтому надо это людям объяснять. Не все еще знают, к сожалению. Номер не знает, куда звонить. Сайты не знают, куда обращаться. Поэтому очень важно эту работу усилить сейчас, в последний месяц. И тогда у нас как бы эта новая система страхования и оказание медицинской бесплатной помощи будет работать в полном объеме. Здесь нужно добавить, что если вы работали, а затем уволились сами, либо вас уволили, вы имеете право три месяца получать медицинские услуги, несмотря на то, что за вас отчисления уже не делают. А вот если вы без работы находитесь уже четвертый месяц, тогда нужно будет зарегистрироваться на бирже труда в качестве безработного, чтобы взносы за вас делало государство. А если же работодатель не будет вовремя отчислять средства в фонд медицинского страхования, тогда придется выплатить пеню. А налоговые органы имеют право взыскать ту сумму, которая набежит в принудительном порядке. Но главное, как говорят специалисты, у граждан должна быть солидарна и ответственна за свое здоровье. Всю дополнительную информацию можно получить в поликлиниках, к которым вы прикреплены. Всего вам доброго и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова